Показанный по всему миру турецкий сериал о Сулеймане Великолепном и его хюрем Великолепный век наделал много шума не только из-за исторических неточностей. Он разозлил турков, поднял настоящий сексуальный бунт в Бангладеш и заставил русских учить турецкий язык. Отчего и почему это произошло с восточной сказкой? Давайте посмотрим на детали. Канал Империя представляет. Султан, пьющий вино и веселящийся в гареме, оскорбил чувства верующих. Такое заявление сделали не только телезрители в Турции, но и сам премьер Эрдоган был в шоке. Рекламный щит, изображающий Сулеймана и его жену, с лицами актеров сериала турки закидали яйцами и потребовали от руководства страны закрыть показ теленовеллы. Что так разозлило мусульман? Первое, что особенно возмутило верующий народ, это гарем. Вольно блуждающие и полуобнаженные наложницы не будоражили мужское воображение, а как раз наоборот. Мусульмане противились такому разврату и говорили, что подобные сцены позорят историю, женщин и султана. Конечно, продюсеры сериала защищали свое великолепное детище, как могли. Они утверждали, что это художественное произведение, которое, между прочим, увеличило поток туристов в страну. Сделало просто фантастический объем продаж исторических книг и возбудило интерес к истории не только у молодых турок, но и во всем мире. Они оправдывались тем, что, предусмотрев сценарии вымышленных персонажей, лишь хотели показать огромную любовь Сулеймана и Хюрем. Но для большинства, в том числе и премьер-министра Турции, сериал являлся оскорблением. Возмущались и потомки османской династии. Результатом всех этих дебатов стали тысячи жалоб, в том числе и обращения в суд. Однако есть и такие известные личности Турции, которые высказывались более спокойно на этот счет и даже выдвигали свои оправдания в адрес сериала. Например, известный. Турецкий обозреватель утверждал, что зрители идеализировали Османскую империю, забыв о том, что османы – это те же люди и ничего человеческое им не чуждо. Он заявил, что многие султаны пили вино, а Гарем не был институтом благородных девиц, и в нем проживали небесполые люди. Сценарист сериала «Мирал Окай. Мир ее праху» утверждала, что причина гнева людей явился не сам Гарем с показанными в нем сценами, а сам факт того, что сага открыла двери Гарема на обозрение публики, а раньше информация о нем была закрыта. Туркам не понравилось, что то, что до сих пор было тайной за семью замками, теперь стало доступно и открыто для всех. Страх, гнев, слезы, любовь, отношения, страсть. Однако, безусловно, сериал «Великолепный век» в Турции имел гораздо больше поклонников, чем тех, кто против него восстал. Сериал был чрезвычайно популярен на родине, побив рекорды с 150 миллионами еженедельных зрителей. Когда я читаю турецкие форумы, то в основном вижу только восторженные отзывы, но больше о Хюрем. Так что ее полюбили не только в России. Но не о России мы далее поговорим. «Великолепный век» поднял самый настоящий бунт в Бангладеш. Сериал установил рекорды просмотров в Бангладеш, вызвал кризис в стране на том основании, что он повысил уровень разводов и подорвал отечественный сектор теленовелл. Таким заголовком меня встретило новостное турецкое интернет-издание. Местные актеры и режиссеры в Бангладеш утверждают, что сериал про султана Сулеймана, который установил рекорды просмотров в стране, подорвал отечественный сектор сериалов и повысил уровень разводов. Бангладешники утверждали, что большое внимание к этому зарубежному сериалу со стороны телезрителей. Привело к тому, что отечественные сериалы сначала изменили свои часы показов, а затем вообще вышли из эфира. Таким образом, представители индустрии сериалов заявили, что бангладешские актеры потеряли рабочие места, и десятки студий были вынуждены закрыться. Президент Ассоциации бангладешских режиссеров сказал, «Все началось с султана Сулеймана. Этот сериал разрушил нашу отрасль, где работают тысячи актеров и съемочных групп. Согласно исследованию, половина студий закрылась из-за безработицы. Пострадали сотни актеров. Даже самые высокопоставленные актеры потеряли половину своего дохода. Однако, правительство Бангладеш не ответило на призыв актеров и режиссеров, но критики сочли просьбу о запрете турецкого сериала «Несправедливый», заявив, что зрители смотрят иностранный сериал, потому что сценарии отечественных постановок являются плохими. Еще одно обоснование для народа, который реагировал на сериал негативно, заключалось в том, что сцены гарема с султаном Сулейманом наносят ущерб семейным ценностям. Они предположили, что уровень разводов в стране увеличился из-за эротических сцен в сериале, которые привели к социальным проблемам. Друзья мои, это сильно не, правда ли? Из Бангладеш прямо в Израиль. Сериал «Великолепный век» был одним из самых популярных сериалов в Израиле. Его транслировал 9 канал, показывающий все передачи на русском языке. Аналитики объявили, что сериал вызвал зависимость не только среди израильтян, эмигрировавших из России, к которым обращается 9 канал, но и среди израильтян, говорящих на иврите. Говорят, что даже такие люди, как министр транспорта и один из депутатов, никогда не пропускали ни одной серии. В один из дней показы сериала были прекращены по техническим причинам, и вот какая реакция за этим последовала, интервью дала представитель 9 телеканала. Мы отвечаем на звонки весь день. Мы уже выдали в эфир еще одну серию, но зрители сводят нас с ума. Нам на телеканал Министерства связи, Совету кабельного и спутникового вещания поступают сотни телефонных звонков. Моя секретарша должна отвечать на эти звонки весь день. Вчера кто-то позвонил на имя генерального директора Департамента аэропортов в Израиле и спросил о сериале. Полное безумие. От себя добавлю. Это круто, наверное, когда людям так нравится твое произведение. Думаю, сценаристы, режиссеры, продюсеры и актеры получили невероятное наслаждение от своей популярности. А что в России? Побив все рекорды просмотров уже с первых 12-х серий, телеканал «Домашний» вдруг взял да и снял его с эфира. Что началось? Поклонники турецкой саги взбудоражили интернет, приписав обрыв показа политики. Гнев фанатов дошел до того, что они стали писать комментарии, что это Кремль приказал закрыть сериал, так как на носу выбора и не к чему восхвалять османов в такой ответственный для политиков момент. Так начали писать турецкие новостные издания. Но россияне люди очень изобретательные. Десятки сайтов в интернет стали показывать следующие серии саги, где перевод осуществлялся за счет субтитров. А те, кого не устроило качество такого показа и перевода, просто сотнями начали изучать турецкий язык. Ну не знаю. Мне показалось все происходящее шоу. Сериал мне понравился. Он сказочно интересный. Я не рассматривала его как исторические события, смотрела как простое художественное кино. Когда стало интересно, стала читать историю в турецких источниках. Да, искажено буквально все, но никаких претензий, ведь это не документальный фильм. А потому сценаристы и режиссеры имели полное право показать события той эпохи в художественном стиле так, как им самим было интересно. Кстати, совсем скоро «Великолепный век» покажут по телевидению вновь. Во всяком случае, так сообщают некоторые новостные издания. Вы будете смотреть? В который раз? Поделитесь с нами в комментариях. А на сегодня все. Не пропускайте главное. Подписывайтесь на канал и посещайте вкладку «Сообщество», чтобы узнавать про Османскую империю то, что остается за кадром наших видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok